приветствую вас дорогие друзья с вами викана подписывайтесь на мой канал если вам нравится то что происходит на моем канале то здесь есть две такие функции под видео это мой мои контакты для желающих заказать расклад либо волшебный колокольчик такой как я называю нажав на которую вы получаете возможность оставаться в курсе всего что происходит на этом канале и появление каких-то новых новинок у меня новых раскладов и так я хочу сегодня показать такой расклад то как мне управили назвать может быть верность может быть проверка на верность давайте я придумаю название на просто сама суть этот расклад делается в случае если женщина либо мужчина например не уверен может быть верность своего партнера может быть есть какие-то подозрения да может быть на измену может быть нахлаждение на какой-то да и вот давайте посмотрим все таки что может показать ну подозрение бывают леди это нормальное чувство ну что иногда может быть мужчина что-то недоговаривает до либо в силу каких-то обстоятельств мошны говорить потому что может ему не удобно это говорить либо есть какие-то скрытые факторы который просто не хочет показывать вот давайте покажу вот такой вам расклад кто хочет присоединяйтесь, кто не хочет, лучше не присоединяйтесь, потому что таким вещами не шутят, вот, поэтому это для верующих, кто в это верит, либо кто-то планирует сделать какой-то расклад, да, в принципе, впрочем, я отдаю это на откуп вашему сознанию, вы сами решаете, нужно вам это или нет, никого никогда не принуждаю, не заставляю и не занимаюсь никакими такими плохими, так сказать, делами. Итак, будет у нас пять позиций, состояние, которое человек, ну, давайте будем говорить мужчина, да, показывает на самом деле к женщине, вот он показывает отношения, да, далее, состояние, которое он скрывает, вот здесь, под этой картой мы можем посмотреть, может быть, какое-то состояние у него есть, но если здесь видит женщина, то здесь можно, женщина это королева, если может видеть женщина, то, возможно, может быть, была измена, но это можно достать потом дополнительную карту, может быть, у нее на примете кто-то еще есть, да, может быть, женщина из прошлого, это, конечно, можно посмотреть, но, в принципе, когда выходят королевы, это придворные дамы, это четко такие вот живые люди, они обычно показываются всегда в такой момент, когда их не ждешь и не ожидаешь, ну, посмотрим, далее, его мысли осознанные, на что они его толкают по отношению к нам осознанные мысли, первое у нас состояние его было, да, состояние, это, знаете, общая такая вибрация, вот общая, как он относится, а это уже осознанно то, что он, потому что состояние состояние, осознанно это осознанное, то, что человек уже понимает, что-то проанализировал, что-то сделал и сделал какие-то выводы, возможно, сексуальное состояние, вот эта карта тоже, давайте я так, наверное, положу их, сексуальное состояние человека, потому что, понимаете, у кого-то сначала там все было прекрасно, потом почему-то начинает все это куда-то уходить, например, да, Либо, например, кто-то перебивает это состояние, может, какая-то женщина есть, либо мужчина, либо мужчина, может быть, устает очень сильно, если что угодно показаться, потому что многие мужчины работают, просто на самом деле устают на работе, и у них такое тоже бывает. В принципе, эту карту состояния сексуальная, сила его притяжения, давайте будем это так называть, сила притяжения, насколько оно сильно, либо слабо, либо что-то в этом роде. Далее, и подсознательное, либо сознательные чувства человека, да, здесь тоже посмотрим, как он будет дальше развивать события. Подсознательную карту мы увидим, и сознательную карту мы увидим, мы поймем, где у нас подсознание, а где сознание, это однозначно понятно. Они же карты, они же интуитивные, они показывают информацию, достаточно такую интересную. Так, извините, отвлеклась немножко. Я всегда люблю работать, кстати, под музыку. Музыка – это волшебство. Музыка, на самом деле, это чудо. Музыка, знаете, как любовь, все знают, что такое любовь, ни разу не видели, то же самое музыка. Все знают, что такое музыка, но не знают, ни разу не видели эту музыку. Вот такие вибрации, они очень хорошо, кстати, помогают очень часто осознать происходящее, дают какую-то атмосферу для этого. Я очень люблю музыку, поэтому она очень хорошо помогает. Это вот и реальное чудо, а люди, которые создали музыку, это реальные волшебники, я вас этому уверяю. Итак, давайте не будем отвлекаться от расклада, все-таки вот что мы видим. Да, у меня бывает полемика, которую я могу проповедовать, говорить очень много, может быть, но... Итак, давайте вскроем расклад, посмотрим, что мы здесь с вами на раскладе. Что же она все-таки здесь показывает? Состояние все-таки, которое мужчина показывает женщине. Луна. Ох, как мне нравится эта карта, почему? Потому что луна – это скрытность. Человек не полностью открывается. В принципе, он даже и не хочет этого делать, не хочет особо открываться. Может быть, у него есть силы каких-то причин. Но мне эта карта не нравится, я к ней сейчас вернусь. Я хочу понять, потому что, когда расклад далее открывается, можно такое понимание расклада приходит. Это, знаете, как картина такая далее. Вот поэтапно причина-следственная связь, это открывается. Состояние, которое он скрывает, была ли измена. Есть ли женщины, например, эти... Вы знаете, рыцарь Пентакли закрылся. Закрылся на время. Вот видите, как сочетаются эти карты. Рыцарь Пентакли, он закрылся щитом. Вот такое чувство, что человек взял паузу. Он находится в паузе. Либо, знаете, как бывает, либо женщина его какая-то там уже закадрила, да, как я объясняю, такое старое название закадрила. Либо взяла, знаете, как бывает, мужчина иногда же не представляет, что он находится под колпаком. Женщины такие, знаете, волшебные существа. Если она кого-то заприметит, она его потихоньку будет к себе подбирать. Вот. Здесь, в принципе, мы вот на измену, на вот этот... Сейчас смотрим на эту вот вибрацию, как правило. Но мужчина закрылся. Мужчина закрылся. Ему по всей демисти есть что скрывать. Либо он под колпаком, как я называю, либо он кого-то уже присмотрел, либо не уверен в вашей, может быть, верности, да. Но мужчина, извините, закрыт. Он такое чувство... Вообще рыцарь Пентакли, он обычно набирается сил перед броском, как говорится, он что-то думает. Либо человек еще так же, Тридцарь Пентакли, кстати, показывает, что человек прошел какой-то негативный опыт. Он устал. Он устал. И поэтому, может быть, он даже хочет сменить направление. Сменить женщину. Все что угодно здесь может быть. Мы сейчас резюмируем этот расклад. Его мысли и чувства все-таки... На что это все-таки вот толкает отношению к вам, понимаете? Противоборство, конфликт интересов. У него такое противоборство, смотрю, в душе идет. Почему? Потому что, вот видите, эти три карты. Он сомневается, что же делать с вами. Продолжать ли отношения с женщиной, либо не продолжать отношения. Вот здесь вот, видите, все-таки он остановился. Остановился. Закрылся. А закрытая карта еще вот у нас мы с Луной начали. Это полное закрытие. Это и есть какие-то тайны у человека. Он не подкрывает полностью душу, не хочет все рассказывать. Но показывает, ну, просто на какие-то проблемы человеческие. Сексуальное состояние. Вот эта карта, вот эта карта. Какая сила притяжения. Вот ключ к нашему раскладу. Он прекрасно к вам относится. И сексуальное состояние его не изменилось. И могу четко сказать, что он даже хочет от вас ребенка. Ну, мужчины, если на это рассказывать, вот как мать, как женщина. И когда выходит императрица, состояние там мужчины к женщине, да, сексуальное состояние. Это великая похвала, что женщина вот так привлекательна для мужчины, что она так себя ведет, что она вот такая вот, знаете, вот как такая звезда прям, что мужчина не может на нее налюбоваться. Это великая карта. Это великая просто вот, я говорю, 5 баллов поставить такой женщине, которой мужчина вот так относится. Императрица. Она в его глазах. Это все. Ее сексуальность в постели. Он ему просто тянет. Его завораживает эта женщина. Далее. Сейчас все объясню. Подсознательно и сознательно, как будут развиваться дальше отношения. Дальше отношения. Шестерка жезлов. Шестерка жезлов. Пока что мужчина хочет развивать отношения. У него все направления открыты в вашу сторону. И он будет это делать. Я более скажу, что мужчина даже любит вас. Это более скажу. А как же тогда нам поступить с верхними тремя картами? Что же здесь такое происходит? Измены здесь я не вижу, собственно говоря. Потому что не вышла ни одна женская карта. Просто я так понимаю, что как настоящий мужчина, он просто не хочет вас посвящать в свои трудности. Либо еще эта карта, вот могу как бы из своего опыта исходя говорить, что мужчину на мужчину делают то ли приворот, то ли отворот от вас. Что-то, кто-то влияет. Это магическая карта Луны. И вводит его в заблуждение остановки, блокировки по отношению к вам. И поэтому у него в голове происходит такое противоборство по отношению к женщине. Он не знает, что ему делать, у него мысли путаются. Вот когда еще появилась эта карта, я умышленно не стала объяснять ее значение. Потому что я сказала, не нравятся ты мне карты. Луна. Луна – это всегда магия. Это всегда закрытое такое то, что человек не знает и не показывает никогда, и не может показать. Но вот эта остановка рыцаря, он остановился. Он остановился, чтобы подумать и понять, что же происходит. И вот такой контраст происходит. Любит, хочет быть рядом. Рассматривает даже как будущую жену. И хочет развиваться, и будет развиваться. Просто, знаете, добро побеждает зло. Я все-таки думаю, что что-то должно произойти, что кто делает вот на эту карту, ничего у них не получится. Это бесполезная история. Почему? Потому что аркан императрицы, здесь тоже высший аркан, как луна. Она здесь главная карта. Это вот суть его вот этого, почему он так себе ведет. И неудивительно, почему он так себе ведет. То, что мужчины просто путаются мысли, и это, по всей видимости, вот реально, реально на него что-то делает. А раз мы смотрим на измену, то, соответственно, ее сейчас нет. Но делают, останавливают, его останавливают в сторону женщины. Но женщина тоже сильная, женщина тоже сильная, императрица, и чувства его тоже сильные, тоже сильные. И окончательная итоговая карта, она тоже важна. Итог – это то, что будет дальше, несмотря на то, что у нас лежит сверху. Это будет дальше, и он будет продолжать отношения. Но это не сработает, как я вижу, потому что итог у нас, если бы итог был плохой, тогда мы бы понимали, что луна сработала. Вот эти магические действия. А мир у нас, знаете, не без добрых людей, к сожалению, не без добрых людей. Если они не хотят очаровать мужчину, как говорится, у них не получается, не то, что не хотят. У них не получается очаровать. Ну, не нравишься ты мужчине, ну, не нужна ты ему. У него есть своя женщина. Нет, я это возьму неким своим образом. Я буду подавлять волю мужчины, чтобы он был моим. Пускай он будет сумасшедший, извините, меня запьет, как говорится, с ума сойдет. Но он будет рядом со мной. Я не понимаю этого и никогда не пойму. Я всегда говорю, не делайте на мужчин такие вещи. Не нужно. Если не любят, значит, не ваш мужчина. Ну, в принципе, вот такую ситуацию мы разобрались. Здесь добро побеждает зло, и все будет прекрасно. Все, я думаю, что будет прекрасно. Вот, дорогие мои, я рассмотрела вот такой для вас расклад. Очень интересный расклад. Очень интересно развитие событий. Но здесь все-таки позитивный исход расклада, насколько я вижу. Вот такой вам расклад, мои дорогие, кому нужны расклады. Все под видео мои контакты есть. Пишите. Всего вам доброго. До свидания. Удачи. Будет еще много интересного.